Я начинал полностью поддерживать заявленное административное искусственное задумение. Считаем, что оно подвесит удовлетворение в последующем основании. Итак, уже председатель Союз длежил в своем постановлении об отказе от регистрации кандидатного Анджиева избежком ссылается на отсутствие сведений о счетах банка за границей и недвижимости. Аналитики и недвижимости за границей. Ваши честь. Ну, все расписывается на три страницы мотивировочной части. Как мы знаем, если мы все инвестиции участвуем, все должно быть итоговое решение по данному вопросу. В итоговом решении, где результативная часть постановить, то есть об этом ничего не говорится. То есть говорится, что основанием для отказывания расписываются всего два пункта. Недостаточное количество достоверных подписей и недостаточное количество достоверных подписей, ну, имеется в виду, по части 5 статьи 20, то есть по 3-4. То есть не по 3. А о том, что там пункт В, статьи 24, ой, пункт, по пункту В, пункта 24, статьи 28, ну, об этих справках, здесь ничего не говорится. Я считаю, что в данном поводе, куда данное основание вообще не может раздаться, как, ну, объекта рассмотрения, чтобы ничего не говорить. Про оборудование никак не наносирует, что выступал, это, наверное, сделает больше, сказать, ИАР, что... Ну, что сейчас и делается, поэтому она, наверное, должна, насколько весь интернет только об этом говорит. И, если мы подробно посмотрим закон, то это не является представлением указанных справок, не является самостоятельным основанием для отказа, поскольку про эти справки говорится в другом пункте. То есть, пункте, по-моему, В1, В1 говорится о том, что, если они отсутствовали, то, наверное, за день до рассмотрения вопроса регистрации, тогда это является самостоятельное основание для регистрации. То есть, да, да, на этом считаю, что это основание вообще непродвижное рассмотрение, да, в данном случае. Что касается, вообще, второго пункта, именно по 12-13 июня, значит, хочу подчеркнуть, я хочу особо подчеркнуть то, что после того, как мы, как представители штаба, и я еще заявляюсь, что мы, 13-го числа мы узнали о том, что в четырех, пяти, пяти, четыре, четыре, пяти районов была вот эта акция о том, что 12-го июня все депутаты района муниципального образования, подписали подписные листы поддержку ХАСФР. То есть, мы об этом узнали, и сразу же, 16-го июня, нам с репрессивной жалобой обратился в избирательную комиссию, который просил, ну, я потом эти все документы перерастал, который просил провести проверку по данным фактам, то есть, поскольку перспективов не заявлялся, ну, обязаны реагировать на нарушение, в ходе избирательного места, считаем, что это пресловутый муниципальный фильтр, ну, и является нарушением. То есть, нарушением данных, ну, то есть, сбору подписей, то избирательном коммунике не отреагировал на данное письмо, письмом на жалобу и письмом Дегдекалова ответил нам, что еще подписи не получены, мы имеем право, что избирательном имеем право проверять подпись только в том случае, когда сдадут подписные листы. Ну, и так нам ответили, после того, как проверили подписные листы, мы опять обратились с жалобой, которые указали, вы нам тогда писали, что как получим, будем проверить. Ну, вот мы получили, сказать, 5-5 августа, мы получили письмо, в котором нам тоже отказано, ну, ничего, то есть, той проверки по факту того, что в четырех районах был организм и сбор подписей, мнение не проводил. Косвенно, косвенно тот факт о том, что в этих четырех районах были собраны подписи 12-12 июня, подтверждается тем, что в подписных листах, представленных кандидатом Хасикову, именно по четырем этим районам, имеются подписные листы с указанными датами, то есть, это подтверждается. Ну, то есть, косвенно подтверждается. И вот, что я хочу сказать, самое главное, для того, чтобы проверить данный факт, нам необходимы доказательства. Какие именно доказательства? А, кроме этого, я очень хочу сказать, что кроме этого мы направили заявление в следственный орган, в следственный комитет по факту проведения проверки по поводу сбора подписей во всех районах и участия органов должностных не основного самоправления, но и республиканского уровня, такую акцию нельзя было провести. И мы обратили в следственный комитет. На что следственный комитет? На наше заявление, письмо, на роду. Письмо, которому указал, что в наше заявление перенаправлено избирательную комиссию. То есть, добиться того, чтобы проверить все подписи, взять у нотариев свои следователи, или с электронной и проверить, что Хасиков действительно собрал все подписи района муниципального образования, четырех районов, это Селина, Бультибургольская, Чемлеземельская, Маганск, мы проверить не можем. И, ваше честь, мы считаем, что в данном случае информация действительно подтверждена всеми депутатами, с которых мы не разговаривали. Поскольку при сборе подписи мы подходили и говорили с депутатами, чтобы из-за этой подписи мы с ними общались, и они говорили, что мы уже поддержали Хасиков. Когда? 12-го. В Селинном районе, по-моему, один депутат Магомедов 13-го подписал, в Аганскому районе тоже один 13-й человек, за месяц, а остальные все 12-й человек. Нет, прежде чем взять подпись, мы спрашиваем, вы подписали, когда мы подписали, за кого за Хасиков? А когда? 12-го. И в связи с тем, что есть, мы, то есть у нас единые принципы, да, там, введения, участия в отношениях, то есть единый, то есть прикрепление всегда про совестность. Если законом предусмотрено то, что необходимо собрать подписи 22-го депутата, и это достаточно для того, чтобы сдать и разбирать эту комиссию, ну пусть еще 5% возьмет, 24 районные депутаты, но собирать 15, 15, 60, около 60 районного звена в 4-х районах, с учетом того, что ему еще необходимо собрать других районов, чтобы набрать ответственность, мы считаем, что это слабоупотребление правому и слабоупотребление правому гробу. И для этого, чтобы доказать данный факт, нам необходимо проверить. В своем исковом заявлении мы указываем о том, что депутат экипы Рульского районного муниципального образования Манжиева Ирина Василина написала заявление о выходе из состава депутата 7-го июня, и уехала на проживание, она постоянно мешает жить в городе Наталь, с мужем, муж у нее там проработает в ФСГ, по ограничению, туда поехала. Но собрание депутатов Экипы Рульского не рассмотрело ее заявление о выходе из состава, а послало туда человека 17-19 числа, она дала подпис поддержкой выдвижения Хасилова. Я туда сам летал, чтобы я с ней поговорил, взять у нее паспицу, я прилетел, она сказала, я уже, да, она прилетала, попали, это она подтверждает, это подтверждает ее судьбу, понимаете? В связи с этим, мы хотим, ну я буду еще ходатайзрировать, мы хотим это проверить, просто если мы действительно, то есть мы не добились правды, то есть правда в чем заключается, как выяснить правду, взять документы, именно просто сведения из электронного бесследства, взять с сведением четырех нотариусов, Лаганский, Черноземельский выросли целины. Вы только что сказали, что вы можете говорить только его подписи. Я поделаюсь. Я поделаюсь. Разве что я не поделаюсь, подтверждает мои доводы. Считаю, что вы просто взять выписки из детства, мы знаем, как это заполняется. То есть в нотариальной книге Наталью спишет. Такой депутат в уши национал Валерьевич за Манджиева Наталья Викторовича. То есть это реальная книга. Мы это увидим. В электронном реестре. В электронном реестре. Мы тоже есть. Я считаю, что, мы считаем, мы уверены, что Хасиков глава потребил своими правами на сбор 22 подписей, а собрал 100. Собрал более 60, если мы берем, не 4, а более 70. мы считаем. Мы уверены. Кроме этого, ваша честь. Если посмотреть, если верить двум представителям избиркома, именно членам избирательной комиссии Бадмаеву и НУРу, то первому финансовому отчету прилагается документ, на что потратим денежные средства. У Бату Сергеевича есть в строках, где его указано, 110 тысяч за заверение подписи. То есть оплата на тарифы. Ну, если мы делим 500 рублей на поле, то стоит 228. При нужных 108, давайте добавим 5 процентов, 118, но не 200. Считаем. Если мы данные проверяем, то есть нам следственный комитет говорит, идите вы с бирком, мы идем с бирком, и бирком говорит, подождите, мы должны собрать подписи, после сбора подписи, они нам говорят, тоже мы не будем проверять. Ну, то есть у нас остается суд. То есть это все на нас приводит к окончательному решению, к окончательной станции суд, и мы должны это превратить. Проверим это, и я с уверенностью вам буду говорить, потому что я уверен, что там действительно так. Проверим это, и наш долг будет подтверждаться. И поскольку, согласно законодательной санитарии, на тарифе, мы не можем предоставить. То есть мы будем, ну, будем наглядеться, и дополнительно, еще раз, о том, что если не будет указан документ, и не будет данных свидетелей. Так, что считается доводом по Чемидову и Антону Павла Санжевичу. Мой коллега довольно-таки объемно сказал, но я хочу добавить этому доводу. Потому что мы тоже здесь стояли на месте, мы тоже писали по данным факторам избирков, они нам подписались, тоже никакой проверки не было проведено. И мы писали целинный отдел внутренних дел по статье 547, нарушение сбора подписей, участие сбора подписей органов местного самоуправления. У нас имеется 2-3 постановления о возбуждении административного расследования. То есть это уже расследуется, и они у нас, когда у нас заявление отреагируют. И там устанавливается. Насколько мне известно, вчера из Гарцук-Шестом устанавливался, что эти люди участвуют. Забегая вперед, я скажу, что административный код их административных правонарушений не предусматривает, как сейчас будут оперировать мои оппоненты, я уверен, что не предусматривает административную ответственность или иную ответственность за участие сборной подписи или депутата в порядке выдвижения. То есть здесь спец в суде. Но если мы говорим о законе, в законе обоснованных гарантиях, часть 3 статьи 37, прямо указано, что это участие органов местного собрания сборной подписей избирателей, участие референдума запрещается. Такие подписи произойдутся недействительно. Но если мы просто без административной ответственности мы переберем это по аналогии, применяем это по аналогии, то есть действительно здесь надо нарушение закона. И тем более депутат. Депутат это спецсубъект, то есть еще более важность. мы считаем, что здесь также не имели права участвовать и представить органы местного собрания без сборной подписи. Здесь это доказывается. В связи с этим эти подписи неизвестны. Что касается депутата Рудскаяева, не нарушается. Я не думаю, что это искусственно создано на момент. То есть все здесь искусственно создано. Ну и по квотам мы уже поясним. То есть мы считаем, что квотирование запрещено. Видите, все доводы полностью поддерживают. В связи с этим у меня будет ходатайство. Мы сначала выслушены с вас. Ну вы закончите? Да. Вопросы вам? Ваня Югулевна, это фонд. Вот буквально вчера смотрел в интернете пресс-конкуренцию председательниц из оперативной комиссии республики. Человек вроде не последний в республике, не бомж и так далее. И он говорит. Корреспондент задает ему вопрос. Официально ответить на конкуренцию. Официально лицо. Глава избирателей. Ему спрашивают. А каким основанием нам в СССР допустили? Подолог смотрят и говорят. Ну там два основания. Значит он не представил справку о недвижимости. И подпись у него маловато. Я думаю это интересный товарищ. Открываю постановление избирательной комиссии нашей. Вот вторую арку установлен 105. Высчитываю. Согласно подпункту 24 статистической традиционной республики является самостоятельным основанием для отказа от регистрации. Это констатирующая часть. Читаю постановляющую часть. Ни одного слова. Обысковым заявлением о пресс-конференции господина вчера не сказано. Потому что это официальное лицо. Он завел официальную позицию избирателей на не столько и кому-то. Вы понимаете? Можно я еще раз повторю. Это официально лицо. Которую полномоченно делать официальное движение. Нет ни всего ваше счастье. То есть, уже по этим основаниям, что это за обстановление? Есть? А совершенно верно. Вот эти, я понимаю, так сказать, при суда и всех здесь присутствующих. Но, тем не менее, придется потерпеть. Вот эти наши доводы, наши разговоры о том, что господин Хасик не имел права Накрывать 4-е на бельцов. Полностью. Или для себя и для этого. Вы знаете? Это запрещено. Конституционный суд Российской Федерации на это обратил внимание. Вы, тем самым, лишаете возможности других кандидатов, участвовать в генеральской компании, лишаете возможности собрать подписи депутатов. Запрещено! Вот то, что Ваше счастье имело. Спасибо. Все у вас очень серьезно, сработали все. Да, конечно. У меня есть. Пожалуйста, вопросы можно не издавать в обещании в генеральщиках? Не просто к этому не быть. Представите этот проект, что сказали. Представите к Касскому... Нет, не имею. ...которого, по-моему, держав? Предельный внушок... ...авходом ванжиров. изставлялся в документах заявление о согласии владелец на главной рекламе и избирательную комиссию. В этом покрете документы были представлены сведения о недвижимом имуществе в нападающемся за пределами Северной Федерации на Невосомогу и на ее супругу, в том числе сведения о обязательстве имущественного аппарата? Он не был. То есть архипакт не отрицает? Не отрицает этот факт, но мы же говорим, что у нас в списке указано, потому что мы позже не остыть заочетожим. Второй вопрос у меня. В момент получения листового поддержки подписи депутатов Ченитова и Антонова, вам же не было известно, что эти депутаты заранее свои подписи отдали в пользу любого мобильяра? Я только что пояснил, что мы были вынуждены, что везде нам надо было взять. Конечно было известно. Зная об этом, он все равно получает подписи. Зная об этом, что нарушение. Чем это было известно? Давайте еще раз объясню. Согласно закону РК, Овыбор, депутат, рекомендарь должен быть поддержан в 22 депутатах районных муниципальных названий, либо города Ревиски. Эти депутаты, то есть 20 и 2 запасных, то есть 20 депутатов должны представлены депутатами 10 районов плюс более 300, либо 11 районов, то есть надо превышать 3 четверти территории. И поскольку четырех районов было перекрыто, отнимите из обычных мидов, нам нужно будет представить представителей не настоящих районов, чтобы накрыть 3 четверти территории. В связи с этим мы пошли и взяли у них, поскольку они коммунисты, и они обещали нам дать подпись. А когда мы приехали к ним дать подпись, они сказали, что Черемидов лежал в больнице. Мы взяли у него Поршу. У Антона мы взяли ранее, он уже из больницы, он был там. Он приехал 6-го, по-моему, из Астрахани, из операции, шунтированной из Астрахани. Он дома был, он сразу приехал. То есть это было вынуждено. То есть мы не будем предоставлять специальное знание о том, что... И еще там... Ну ладно, это не касается дела. То есть получилось, получается так, что Харсиков именно попадает в эти футбольные кутаковы, которые у нас есть. Верховность. А когда началось будет подпись вложить? 14. 13-го мы получили, открыли счет, заказали. После обеда, 64-го мы взяли подписные листы, заказали. И после 4-5 лет мы начали сборку. А ранее вы начали? Ранее не мог. Я еще раз проясняю ваш счет своего. У нас здесь вливы угловые. Вливы угловые приходят, избирком раздают документы, пять минут выше. Ему дали разрешение на открытый банковский счет. Приходят на Анжирю после обеда, и вот до 6 часов, какие-то документы нужны. И выдают его 6 часов, там, полшестого документа на разрешение на открытый банковский счет. Специальный счет, специальный Сбербанк. Индивидуально определенный банк должен остаться. Но Анжирю приезжает, не успевает 11-го открытый. Естественно? А? Да, приезжает банк. В банк. Не успевает открыть 12-го, потому что банк закрыт. Заказали. Заказали. Праздничный день. Каси его за это время, 12 часов всех собирают. 12 часов, где-то, 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 где-то. Собирайте. То есть те люди, которые не были зоны. Все понятно, как вы делали. Все хорошо. Вам понятно? Ваши подмотки я заполнил. Я могу сказать, посыл уважаемых прокурортов понятия. Уважаемый прокурорцы, уважаем себе извиняюсь, я прокурорцы. Да, да, да. На вопрос, на вопрос. Интересно бы я знать. На вопрос, откуда они узнали, что он подписался за фас. Вот из-за этого. Да, за хасик. Интересно, откуда они, что? Телепактическим способом, что ли, должен быть? Закон говорит, любой кандидат имеет право подойти к муниципальному депутату и сказать, подпиши за меня. Пожалуйста. Он говорит, нет, я их приезжу подписываться за фас. А как он должен узнать? Он же пока мозг не может ему проникнуть. Это его законное право. Пойти и спросить. Он сказал, извини, Бату Сергеевич. И вот такие товарищи заставили меня. Ну, я тогда был в таком состоянии. Сейчас я подпишусь. И все, это его право. Вот. Все понятно. А что такое? Как вы узнали? А как они вас были узнали? Вы об этом уже рассказывали. Уважаемый суд, можно пояснить по поводу вопроса прокурора? Усправка. Нет. А что? Ввиду того, что данные лица, названные депутатами, являются членами коммунистической партии Российской Федерации. Я хотела бы пояснить обстоятельства дачи или вторичной подписи. Но вы будете иметь возможность... Это к вопросу, чтобы не было потеряно. К вопросу прокурора, известно ли было ИСЦУ, когда он получал подписи. Ну, представитель лица ответила, а вы можете дать потом пояснение. Ну, будет потеряна уже нить, уважаемый суд. Возможно мне ответить, уважаемый прокурор? Скоропитесь. Ваши вопросы? Только потом не повторяйте. Нет, не буду повторяйте. Уважаемый суд, уставом политической партии КПРФ, которая распространяет свои действия на региональное отделение, предусмотрено соблюдение всеми членами партии дисциплины, партийной дисциплины, которая в том числе состоит в том, что члены партии должны поддерживать общую позицию партии, выраженной в тех или иных коллективных решениях. Решением регионального отделения партии Манджиев был выдвинут для участия в выборах на должности главы Республики Калмыкия. И вытекающая обязанность из установленной дисциплины устава КПРФ – это обязанность всех членов партии, являющихся депутатами, дать свои подписи в поддержку выдвижения именно того кандидата, который был выдвинут в КПРФ. Этим и была вызвана дача подписи Чемидовым и Антоновым. Знал или не знал Манджиев о том, что они дали подпись, об этом уже говорилось, но они не могли не дать подпись Манджиеву, даже учитывая то, что они ее ранее уже дали другому кандидату. А осуществили ли они свои предыдущие действия по даче подписи другому кандидату, добровольно или нет, это уже будет устанавливаться. Но не сделать этого в пользу Манджиеву они не могли. Тактильная дисциплина. Больше вопросов нет представителям и социо-административного? Пожалуйста, представитель административного ответчика вам предоставляется право своего сражения области. Комиссия Беспублики заключила административное исковое заявление Манджиева Манджиеву Манджиеву считает, не принадлежащим его творению, в последующем основании. 11 июня 2019 года ювелирная комиссия приняла у Манджиева необходимые для воздушения документы. В сведении документов не имелись, сведения о принадлежащих сандидатах в Востоке и Манджиеву Семене, иначе вы дали слушателей. Недвижность помощники. И только 24 июля 2019 года, то есть больше, чем через месяц, при представлении документов на регистрацию Манджиеву были представлены вышеуказанные сведения. В подтверждении факта принятия вышеуказанных документов Манджиеву были выданы подтверждения письменные, запутки членов рабочей группы, принявших документы, и самого Манджиева. Согласно статье 33, кандидат считается выдвинутым после сдачи им заявления в избирательную комиссию согласия платил. Также в подпункте А, пункта 2.1 ст. 32 указано, что вместе с указанным заявлением, вместе, я подчеркиваю, с указанным заявлением, должны быть представлены и составлены по форме предусмотренного указанного президента сведения о принадлежащем кандидатам и суду, несовершеннолетиями движениями имущества, находящихся за пределами территории Российской Федерации. Аналогичное положение закреплено также и в законе Республики Ковыки. И вот согласно позиции Конституционного суда Российской Федерации от 15.09.2016 года, который разбирал аналогичные нормы федерального закона о выборах депутатов Государственной Бумы, аналогичные требования депутатов о том, что уже какой-то депутат не представил такую же справку, и разбирая также закон федеральный об основных гарантиях избирательных право-транспортного чести референдуме, Конституционный суд подчеркнул, что федеральный закон, определяя условия для движения кандидатов, устанавливает, что сведения о нежелом университете должны представляться вместе с заявлением о согласии депутатов. При этом федеральный закон не оговаривает возможность представления документов, содержащих указанные сведения после подачи выбирательной комиссии документов необходимые для удовлетворения о выдвижении кандидата, а лист допускает возможность внесения уточнений, дополнений документы, а также замены документов, оформленных с нарушением установленных требований. И в соответствии с пунктом 1.1 ст. 38 Федерального закона о важном гарантии указано, что в случае отсутствия копии какого-то документа, предусмотренного пунктом 2.2 ст. 33, то кандидат может донести. Но в этот перечень в пункте 2.2 ст. 33 указаны документы образования, паспорта, внесения изменений, фамилии, имена, но справки об отсутствии сведений за имущество, находящее в этот перечень не входит. Следовательно, кандидат не вправе донести данные документы. Будет вправе. Таким образом, отсутствия документов, представленных для уведомления о выдвижении регистрации кандидатов, документов необходимых настоящим федеральным законом, является самостоятельным достаточным основанием для отказа от регистрации кандидатов. То есть только в отсутствии данной справки уже у избранной комиссии, да, были основания отказать регистрацию кандидатов. И это говорю не я, это говорит закон. Мы ничего не придумали. Доводы, заявления об отсутствии резолютивной части обголовного постановления избранной комиссии, выводов об отсутствии документов, необходимых для выдвижения регистрации, на наш взгляд, мы не могут быть приняты внимание, поскольку в преамбуле указанного постановления, как вы говорите, в мотивировочной части, содержится обоснование применения данных норм, то есть от пункта В, пункта 20, это соответствует с федерального закона. Кроме этого, в законе Республики Калмыкия в части 7 ст. 22 о выборах главы Республики Калмыкия указано, что если при проверке подписей будет выявлено, что подписи депутатов с поддержкой выдвижения кандидатов представлены с нарушением частей 2 и 5 ст. 20 указанного решения, избирательная комиссия принимает решение об отсутствии достаточного количества достоверных подписей, представленных для регистрации кандидатов. и с целью выполнения этой нормы закона в результивной части постановления избирательной комиссии были конкретно первые, вторые и третьи пункты указаны для того, чтобы действительно, как написано в законе, принять решение об отсутствии достаточного количества подписи в республиканском законе и не федеральном законе в отношении справок, сведений не указано, что где-то должно быть специальное решение принято именно в депутативной части. В этой связи специально об отсутствии достаточного количества подписей было выделено в депутативной части. Ссылки заявителя о неприменении пункта в 2 статьи 24 под пунктом в 2 пункта 24 статьи 38 я считаю, что они просто не применимы в этом случае, поскольку в пункте в 2 идет речь об отсутствии каких-либо сведений указанных в пункте 3.1 статьи 33 то есть это идет речь о том, если бы вы представили эти справки но недостаточно правильно они были бы оформлены, не было бы вам написано например, отсутствует недвижимое имущество, тогда да но тогда мы применили бы под пункт в 2 в данном случае поменяется под пункт в, как отсутствие вообще сведений то есть не представление сведений и в отношении доводов заявителя об подписях Чемидова и Антонова хочу сказать, что избирательная комиссия в соответствии с федеральным законом в соответствии с методическими рекомендациями ЦИКа в соответствии с своим порядком приема и проверки документов была введена проверка достоверности в подписи в правоставленном листах поддержки кандидата Манжиева проверка осуществлялась рабочей группой по приему и проверке документов на ней присутствовали и представители кандидата Манжиева все это проверялось подписи кандидата Манжиева раньше проверяли то есть кандидата хасикова все присутствовали гиблиеты проверки И при осочнении проверки было установлено, что в подписи депутатов Антонова и Чмидова также содержатся репутаты поддержки кандидата Хасикова. Но поскольку по закону федерального республиканскому, если в подписи указанных депутатов проставлены ранее, то засчитывают и те подписи, которые проставлены ранее. У кандидата Хасикова эти подписи были проставлены ранее, и избирательная комиссия засчитала их в поддержку Хасикова, а в поддержку кандидата Анжира подписи, засчитанные имя Балянского. Также в основании своих требований заявитель ссылается на нарушение сборщиками подписи кандидата Хасикова в положении пункта 6 ст. 37 Федерального закона. Однако, согласно том, в том случае, указано, что подписи могут собираться среди избирателей, обладающих активным избирательным правом. И чтобы участие органов госк shew vласти, органов местного управления членов правской комиссии не допускаются. То есть это касается, я уже подчеркиваю, подписей избирателей. А в поддержку выдержания кандидатов на должность главы собирается, согласно пункту 17 ст. 37 Федерального закона, подписи депутатов в Союзе Верховных и Муниципальных Образований. И на них вот именно пункт 6 ст. 37 не распространяется. Потому что сами депутаты, они уже должностные лица. И они могут собирать подписи, у себя, свои подписи отдавать, у кого-то просить собирать. На них этот пункт не распространяется. Кроме того, есть статья, часть 6 ст. 22 Закона Республики Коммунике, а вот глава Республики Коммунике, и среди них, там где основания признали подписи недостоверны. Среди этих оснований нет такого, как нарушение требований, предусмотренных пунктом 6 ст. 37 Федерального закона, или же там сбор подписей должностными лицами в органах местного самоправления. Поэтому у избирателей комиссии не было оснований для признания данных подписи недостоверны. То есть в избирательной комиссии действуют в точности по Федеральному республиканскому закону. Кроме того, заявитель утверждает, что федеральные законы нарушаются... Федеральный закон об обществе организации законодательных и исполнительных органов Государственной власти Субъекта Российской Федерации нарушается. Пункт 4 ст. 37 о том, что нельзя устанавливать хвосты. Опять же хвосты на подписи избирателей, а не в подписи депутатов. Поэтому также эта часть закона не распространяется на сбор подписей депутатов при выдвижении на должность главы республики. Что же касается подписи Данбаева Геннадия Горзуевича, она признана недостоверной. На основании пункта 1 ч. 6 ст. 22 он закон о республике, как проставленное лицо, не являющееся на момент поставления депутата в восходе, в соответствии с постановлением в избирательной комиссии 26 июля, в 1928 года, решения в избирательной комиссии 3-го районного муниципального образования и передачи в окно депутатского мандата были отменены. Данное постановление установленным законным порядком судом и законом не признано, а поэтому принадлежит применение. Кроме этого я хочу отметить, что получилась такая ситуация, что на один депутатский мандат получается два депутата поставили свои подписи. На наш взгляд это не соответствует вообще самому порядку сбора подписей, поскольку каждый депутат замещает свой мандат. А вот эти вот доводы заявителя о том, что можно было засчитать, что он заместил должность депутата Пекеева, который до этого свои полномочия прекратил, мы считаем необоснованными, потому что в настоящее время идут выборы дополнительные. По одном антаграмм избирательному округу номер 5, как раз вот по этому округу был избран Пекеев. Ну, в общем-то, в крайней миссии на сама неслуженного просит руководителя Манджиева отправлять. Депутат Пекеев. Только что, вот когда вы выступали, вы сказали, что сборщики подписей нарушили закон. Кто, каких сборщиков подписей имели? Когда вы говорили про Чемидова и так далее. Вы же их обвиняете в том, что они, как должностные лица, не могли собирать подписи. Как назначаете сборщиков подписей? Как были для сборщиков подписи? Как такового назначения нет. Кандидат может обратиться к любому человеку, и тот попросит и собирает подписи. То есть установлены законным порядком для сборщиков? Да, если в отношении подписей избирателей, сборщики подписей, могут оплачиваться, с ними может включаться договор, возмездный, либо безвозмездный, то в данном случае в отношении депутатов представительных органов муниципальных образований закон устанавливает такие правила. То есть любой человек, который поддерживает данного кандидата, может пойти и попросить дать подпись в пользу этого кандидата. Но, однако, самое главное, что сама подпись подлежит материальному удостоверению, и поэтому, естественно, услуги нотариуса должны быть оплачены из избирательного фонда кандидата. Доставка до места нотариуса оплачивается? Доставка также. Это все будет в финансовом отчете кандидатрога. То есть там и транспорт должен учитываться, если нотариус привозили, и это должно учитываться, и выезд из района должен учитываться. Это все входит в, так скажем, сбор подписей. То есть, как я понял, за Алсанова и Саляя появлялись больше не прописать? Ну, получается так. Только что вы выяснили, что депутатами не являются, что являются самим решением. Смотрите, пожалуйста, по-подробному. Депутатами возникло на Санкт-Петербурге, или просто языком. Ну, согласно закону федеральному об общих принципах организации местного самоправления в Российской Федерации, да, депутат является и это должно следить. Посмотрите, там в понятиях это есть. Ну, я думаю, что это ошибочно. Вопрос еще. Только что вы выступали и говорили, что статья 36, по поводу участия органов местного самоправления не применяется, поскольку вы, поскольку собирательная комиссия, рекомендуем свои действия основываются на законнической комиссии. Нет, я сказала, что не применяется, потому что касается сбора подписей избирателей. А в данном случае собираются подписи депутатов. Вот именно депутатов, которые были избраны и наделены определенными полномочиями. Это не избиратели. То есть намного проще так, по вашему выводу, я понял для себя, намного проще собирать у депутатов, то есть может хоть кто идти, вот Витерская избиркома, Нуров, Бармай могут идти. Я не являюсь членом депутатов. Как работник аппарата, но я не буду этого делать. Но вы можете, то есть согласно закону, вы можете. Подожди, как госслужащие, я не имею права участвовать в таких мероприятиях. Как? То есть там должны быть органы между собой. Подожди, понимаете, я госслужащий избирательной комиссии. Я занимаюсь выборами. Поэтому, честно, из-за профессиональной этики я этого делать не буду. А это этики, да? Это закон или этики? Это в том числе и закон. А госслужба. То есть закон вам запрещает? Нет, подождите. Вот у меня вопрос. Статья... У меня вопрос. Статья... Нет, подождите. Вы посмотрите. Я сейчас аннулирую вопрос. Статья 6. Статья 3.7. Закон. Обосновные гарантии избирательного права. Не участие в депутатов. Глазит так. Подпись не могут собираться только у избирателей. Сбор подписей. Сбор подписей. Сбор подписей. Я хочу узнать ее позицию по этому поводу. То есть, правильно? То есть, вы как госслужащий можете собирать подписи у депутатов? Например, Антон? Не как я, а вообще госслужащий может. Может, да? Да. Госслужащий может у депутатов. Но не может... На каком основании нужно? Потому что законом не запрещено. У депутатов можно. У избирателей... Следующий вопрос. Вот есть ли у вас в комиссии регламентированный порядок вынесения постановлений избирателей? То есть, как должен... Как егене судебатом, как и по какому закону судебное решение, то-то, 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 то-то. То-то должна быть часть из индуктивного, интеллированного... Есть ли такой документ, регламентирующая вашу деятельность? То-то, то-то, то есть, вынесение именно на каких постановлений. Есть ли документы? Вот вы или начальник юрики, вы должны ли доказать? Нет, таких документов нет. Есть регламент избирателей в инвесии, который регламентирует порядок принятия такого решения. А именно что, как, из чего состоит само решение, нет. Но есть общие принципы в написании. Есть общие принципы? Да, общие принципы, да. Когда? В таком случае... В таком случае, если вы говорите, что у нас в интеллированной части все указано, все распишено, значит, зачем вам диктивная часть? Мы раньше сказали, что ли negotiations состоит из мотивированности... Нет, если у вас нет нормы, ну вам рек. Мы же принимаем решение. У по-у я максимуму решение divided up the 영상. И у вас нет нормаiries of the armed department. Вы говорите, что не обязательно line belongs указать. Тогда, зачем тебе она не нужна? а не они достаточные решение принимает решение об отсутствии достаточного количества нет я я не об этом вопрос о порядке порядка вынесения документ она ответила что порядка нет то можно не вопрос я не поленился сидел на глубокой ноте, изучал всю процедуру изготовления, подготовки, издания, нормативные документы, избирательные комиссии. Немало чего потратили. Тут же был шок, когда после вашего товарища, еще раз спрашиваю Константиновича. Все ваши рассуждения, ваши предположения, ваши пытались концентрироваться всё на сегодняшнем месте. Здесь, наверх, вот здесь должно быть двух пунктов. На основании того-то того, в связи с тем, что господин Мажирин, не представил, но вообще, какого-то справа, какого-то, отказа. На основании того, что он такой-то не представил, значит, отказа. Вот здесь вот пишется, а не там. Я фантазирую, я могу сейчас на свою книгу написать, фантазирую, что там по тем-то новым специально организациям, здесь фантазируюсь. Вот больше нигде. Я специально изучаю. А висения, понятно? Понятно? Нигде. Вот вопрос. Почему не указать? Да, почему здесь? Почему высчитать? На том основании, что раз вы указали там, где-то, где-то сейчас должно быть, отказаться. Здесь должен. Почему не указать? Что вам мешало? Вопрос по этим. Подождите. Да, допускайте. Что вам мешало? Не что мешало? Или почему не? Почему не указать? Посмотрите. Я хочу пояснить следующее. Что если... Алиса Валерьевна ожидает пояснить? Алиса Валерьевна. Я вопрос задавал, что ваше мнение листов, а потом... Хорошо, давайте я скажу, а потом Алиса Валерьевна объяснит. Да. Да. Вы можете взять любое постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации. Посмотрите по регионам, по субъектам, аналогичные решения избирательной комиссии, да? Там у них идет как? Преамбулы. Где мотивируются, почему, от чего, от чего. Послушайте меня, я вас выслушала до конца. И заваливали вам вас. Там мотивировочная часть. Преамбуль, расписано все. Потом идет. Руководство из тем-то, тем-то, тем-то постановляет. Первое. Отказать регистрацию. Все. Понимаете? Но мы пошли по другому пути. Поскольку республиканский закон требует принять решение, как я уже сказала, об отсутствии достаточного количества достоверных подписей. Поэтому были в это наше постановление введены вот эти первое, второе, третье пункты. А о том, что отсутствует справка, это было уже указано в преамбуле. И в постановляющей части, где мы пишем о том, что мы руководствуемся под пунктами В и под пунктами Д-1 федерального закона и под пункт В, пункта 24, статьи 38. И на основании под пунктом В и под пунктом В и под пунктом Д-1, пункта 24, статьи 38 федерального закона на банкарате мы отказали от регистрации кандидата на решение. Вопросы? Вопросы? Ваши? Нет. Вопросы? 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 Да. Вопросы? 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 наше постановление. Что касается голосов требует мотивированного решения и представления каких-то документов, вы можете сослаться на что? Да. И тем более основываясь именно на каком основании мы мотивируемся, мы прописываем на основании должного и руководства с подпунктами В и В1. То есть все указано наше постановление. Ваши позиции. Еще есть вопросы? Ваши позиции. Я забуду вас. Как вас зовут? Ну, не так? Умир Николаев. Умир Николаев. Значит, мы сейчас отвечаем на кто-то с моей коллегой сказал. Значит, это Лазуткайл и Царяев имели право участвовать в своей подписи за поддержку. Потому что это не запущено. Все, что не запущено, это возвращено. Скажите. Господи Царя Лазутк, должностные, использовали государственные рабочие времена. Пенитивные времена. Пользовались другими, так сказать, процессами. Для того, чтобы не нарушили ни на каком основании. Они ездили через государственные бюджеты. Просто раз в рабочий время. Они оставили там. Вопрос в этом вопросе. И это раз. Второе. Мы же вам говорили, что прежде всего они оказывали давление на своими присутствиями и так далее. Где это значит, что они могут присутствовать? Значит, выезжать к депутату и говорить, что давай так не запущено или не можно? Я уже сказала, не запущено. Ну понятно. А по поводу транспорта, расходов, у вас есть доказательства, что использовали служебный страх? Возможно финансовый? А у вас есть доказательства, что он не в рабочей времени? Не, ну понимаете, финансового отчетов будет указано. Приводим. Реликансия ответильная. Вопрос еще вопрос не может представить. Нет вообще. Нет вообще. А представитель... Вопрос... Я же спрашивала. Есть вопросы? У вас вопрос при статье отечества? По-моему, вы сказали вопрос к листу. Я поэтому промолчала. Хорошо. К представителю отечества. Скажите, пожалуйста, вот по поводу первой части аспарного постановления. Вернее, из тех постановлений полного объема аспария, это не только решение адвокации, в отношении первой части, первой части, мотивировочной части постановления. Вы говорите о том, что сведения, что не мог кандидат Манжиев после его движения представить дополнительные документы с исключением определенных документов, указанных в определенном пункте, на который вынесли. А скажите, пожалуйста, вот эти сведения о наличии имущества, счетов и обязательств за пределами территории Российской Федерации, они как вам трактуются? Как сведения или как документы? Сведения в виде документа. Сведения в виде документа, в виде справки. Угрожаемый суд. Еще раз хочу повторно обращать вопрос. В числе документов, которые должны быть представлены вместе с заявлением о согласии с балактированием, указано, что кандидат кандидата на должность главы республики Калмыкия, лицо, которое балактируется, должно представить сведения и документы. Вот эти вот сведения, они являются сведениями или вы отказали по мотиву того, что он не представил сведения о наличии за пределами территории Российской Федерации или документы? Сверху. Вот есть статья соответствующая. Статья 33, пункт 3.2. Так. Отечаянно ваш вопрос. В соответствии с этим сведениями предоставляется основывая на 67 законе, это будет 3.1. И при этом этот же закон, то есть федеральный закон, предусматривает, что в порядок предоставления сведений, то есть формы предоставления, по форме предусмотрены указы президента. Это именно в 3-1 указы. Согласно указу президента установлены конкретные формы, то есть это именно должны быть справки. То есть эти сведения предоставляются в форме справок. Эти параметры вам не были предоставлены. В данном случае не подходит. Уважаемый представитель административного ответчика, когда говорил о том, что кандидат Манжир не мог представить после того дня, когда он предоставил документы для выдвижения, он не мог больше представить именно это сведение о наличии или отсутствии за пределами территории Российской Федерации денежных средств, имущества и так далее. Он этого не мог сделать, потому что со ссылкой на ваш пункт, на пункт, вернее, акта, который регламентирует избирательное законодательство, о том, что он может представить, не позднее, чем за день до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос своего регистрации или дня регистрации, он может, ну скажем так, что он может что-то представить. Вы сказали, что он может представить документы или изменить документы. Вот с этим связан мой вопрос. По-вашему, вот эти сведения, это документ или это сведения? Это документы. Это документы. А тогда поясните мне, пожалуйста, из какой нормы избирательного законодательства, я, может быть, не настолько сведущая, да, но мне, простите, я не член, не работник избирательной комиссии, из какой нормы я могу видеть, что эти сведения являются именно документом, а не сведением? Три одиннадцать, я тридцать. Разве Манджиев являясь просто гражданином Российской Федерации, он только баллотируется, да? Он не стал еще никаким должностным лицом. Он, когда баллотируется, является гражданином Российской Федерации. Разве он может представить, вернее, те сведения, которые он обличает в какую-либо форму? Будут ли такие сведения являются документом? Просто гражданин. Может создать какой-либо документ? По поводу просто гражданин. Я хотела бы пояснить, что... Ну вот диплом документов, для сравнения, да, чтобы понять. Не, не, чтобы поняли мой вопрос. Допустим, диплом, да, это документ, паспорт, это документы, а вот сведения... Все, закончится. По поводу просто гражданина хочу пояснить. Манджиев, мастер Викторович, насколько я знаю, и насколько мы с я знаем, является депутатом народного права. Когда он баллотировался, он баллотируется как гражданин, не как депутат. В прошлом году баллотировался и предоставлял абсолютно... Когда он сдавал вам документы, он просто гражданин. Предоставлял абсолютно такой же комплексный документ. То есть он и в прошлом году, участвуя в выборах депутатов народного права, прекрасно знал о том, что он обязан предоставить эти сведения. Уважаемый суд, это не ответ на мой вопрос. Это не касается... Я не говорю об его опыте. Я у вас не спрашивала об его опыте. Как не спрашиваете? Вы говорите, он просто гражданин, и как он... Я вам говорила... Я же говорила, уважаемый суд, что нужно пояснить. Я говорила о том, что когда он обратился в избирательную комиссию с заявлением о согласии баллотироваться за должность главы республики, он пришел к вам, скажем так, как гражданин, а не как депутат или еще кто-то. И вот в связи с этим его статусом гражданина, который изъявил желание баллотироваться на определенную долгу, мог ли он представить какие-либо сведения и сказать, что это... Представить какие-либо сведения, изготовив их либо вручную, либо в машинопечатном виде, и сказать, что это документ. Мог? Что значит, мог или не мог? Он мог принести хоть какую-либо бумагу, хоть что. Мы принимали абсолютно все. Он принесет хоть какую-то бумагу, и вы скажете, что это документ? Мы примем абсолютно все, что он принесет. Я понимаю, но это документ или сведения? Вы не отвечаете на мой вопрос. Я отвечаю на ваш вопрос. Скажу, что в 3.1 ст. 33 прямо указано, что эти сведения подаются по форме, предусмотренной указом президента. В какой форме я взял? Представитель и ответчиком полагают, что должно быть... Ну и тогда пусть ответить. Кроме того, в этот документ не отвечает прямо, что документ виситет. Мне говорят, что он не может знать в форме справки. Светление вложить справки. А справка рядом с документом. Я вообще ваша вписи не понимаю. Кроме того, есть постановление... Еще раз, есть постановление избирательной комиссии, в котором вы руководствовались, о перечне и форме документов, представляемых кандидатами. В этом постановлении четко разделено, какие документы представляются при выдвижении кандидата, какие при регистрации кандидата. В этом постановлении... На мой вопрос вы ответили, да? Это документ. Это документ, да. Больше у меня документ. Вот я хотела узнать, что такое документ. Я в порядке пояснения. Я потом поясню, да? Картологию уже. Я задавала свой вопрос ввиду предыдущего объяснения представителя ответчика о том, что она сказала, что возможно дополнительно представить только документы или изменить ранее представленные документы. Поэтому я задала вопрос, вот эти сведения по мнению ответчика, правильные ли я поняла, что этот документ, поэтому он не мог быть... Вообще никакого значения не имеет. Документ это или не документ. Эти сведения должны быть представлены в форме справа, в форме утвержденного у нас института, и они не были представлены. Все, спасибо. У нас с определением была назначена подготовка, да, по судебному разбирается. Я сейчас обращусь к основанию, к определению. 5 августа, которое было принято вами, да, в лице вас, уважаемый суд, в котором в пунктах 4, 5, 6 было указано, что административному ответчику предлагается в срок до 16.007 августа представить свои письменные возражения. Такой срок, я как понимаю, устанавливается в целях скорейшего в связи с особенным статусом нашего дела рассмотрения дела. И на ответчика такая обязанность была судом, ну, скажем так, возложена, да, частично ему определением, к пункту которого корреспондирует пункт 7, где сторонам возъяснено, что в случае противодействия своевременной подготовки административного дела к судебному разбирательству, в том числе и в случае непредставления ответчиком возражений в письменной форме и необходимых доказательств в назначенный судом срок, то есть до 16.007 августа, к ответчику возможно применение ответственности, предусмотренной кодексом административного судопроизводства. Эту обязанность, предусмотренную пунктом 4 определения, ответчик не выполнил. Об этом всем известно. Я думаю, что ответчик тоже не будет отрицать это. Как представитель ответчика сказал, что возражения им были представлены в адрес третьего лица КПРФ только лишь примерно в 9.30 с сегодняшнего дня, а заседание у нас началось в 10 часов. То есть своевременной подготовки для представления возражений. Так как КПРФ выступает на стороне ИСЦА, мне не было необходимости, как представитель КПРФ, готовить возражения на административное исковое заявление. Исходя из своего статуса, мне необходимо и надлежало было, для того, чтобы выполнить свои обязанности, подготовить возражения на возражения ответчика. Этой возможности у меня не было, потому что был объявлен специальный перерыв, для того, чтобы мне были вручены эти возражения. Ну, извини, за 5 минут я смогла только один раз прочитать. У меня нет возможности воспользоваться средствами определенными. Нет, уважаемый суд, пояснение я хочу дать. Я хочу попросить суд предоставить нам время для надлежащей подготовки, для того, чтобы представить суду не просто объяснение, а мотивированное объяснение. Ведь у ответчика было на это время? Почему? Представьте ответчика, Вы, как по лицу, обладающейся в спорте по поводу получения, обязаны были вручить в руки своих предложений всем лицам участвующих в деле. Я так понимаю, часть лиц участвующих в деле не получили возражения, а что с председателем заинтересованным лицам в проекте? Вы вручали? С властным предъявлением суда мы должны были до 16 часов 7 августа представить возражение. В суд? В суд, да. Что и было сделано. А нам и раньше. Параллельно, то есть до 16 часов. Параллельно, после 16 часов, в Брэнбе комиссия пыталась вручить эти возражения всем остальным лицам участвующих в деле. Когда позвонили представителю Манжирева, он сказал, что ему некогда, он не придет, он не может и так далее. Поэтому было предрешение обучить ему утром перед истедателем. Нет, что я сказал. Что касается представителя этих лиц, представитель указанного было очень много, он не спреставался, это все было сделано вчера 7 августа. Что касается КПРФ, поскольку в исковом заявлении не было указано, что представители должны быть вы, не были указаны ваши данные, вы не знали, что вы будете вы, не смогли с вами свидаться, поэтому было предрешение именно отнести в офис КПРФ. А что вам мешало вчера поднести в офис КПРФ? Давайте говорить по порядку. Уважаемый студент, я прошу прощения. Пожалуйста, помолчите. Я с вами разговариваю, молчите. Хорошо. Вы будете говорить, тоже я не говорю, вы будете говорить тогда, когда вам дадут слово. Я прошу прощения. Вы захотите, или у вас же мы с вами поговорим. Все. Передрешите, как отнести, было, мы поразвонили в КПРФ, там никто трубку не взял, мы решили, что рабочий день уже закончился, это было решение утром в 9 часам отнести. Эти возражения, в КПРФ, что и было сделано. У меня есть офисы. Что получила? Представитель регионального отделения? Как получила? Это ведущие сектором учета, делала производство Гадышева-Авры, седьмого, седьмого. Я подсказала примерно время 9, но в 9 часов у нас логер вышел, где-то можно 9.15, 9.20, Гадышева получила эти возражения. Когда мы пришли сюда, мы уже узнали, что представители вырезали, и вот суд объявил перегонирование, получила уважение. Понятно, в 9 утра, после 9 утра было доставлено в Органск. Это проект для возражения. Уважаемые представители, могу я сказать, представитель ответчика говорит, что примерно в 9 вышел курьер, в 9.15, учитывая расстояние, он дошел к нас, получила Гадышева. Ну, от Гадышева, извините, еще до меня, наверное, должно было дойти, или до кого-то другого. Гадышева это заделает. Уважаемый суд, я прошу учесть время, даже если бы я получила этот документ в 9.30, суд начинается в 10, с учетом транспортной достоинности. Об объявлении периода, я когда-то струю о предоставлении мне времени, а в каком виде, это уже на усмотрение суд. Как минимум, в день. Вы это время не читаете? Нет, я быстро читаю, но мне нужно много посмотреть. Учитывая, что у нас ограниченные сроки рассмотрения данной категории дел, я имею возможность предоставить вам 2 часа для ознакомления с этим минутом. и для подготовки мотивированных возражений. Вы, как заинтересованное лицо, имеете возможность сами готовиться по исковым заявлениям. Там ничего другого представить? Нет, уважаемый суд, тут есть ссылка, там имеется ссылка на практику конституционного суд. Подождите, можно ли вы можете сказать? Уважаемый суд, сядьте, пожалуйста, что у нас позаду, как разговариваете? Уважаемый суд, извините. Уважаемый суд, я много раз приношу свои извинения, но я прошу учесть, что у нас здесь участвующие в деле лица, по-моему, пользуются, насколько я помню, вначале нам разъяснили права, да? Мы пользуемся равными правами и обязанностями. В общем, в шуме это, наверное, не было услышано, но я прошу сделать замечание представителю заинтересованного лица, который в то время, когда вы мне делали замечание, махнул на меня рукой и сказал, да замолчи ты уже, наконец. Это нормально, уважаемый суд? Ну, может быть, он не услышал? Ну, тогда я обращаю, уважаемый суд, я обращаю внимание суда на это и попрошу в протоколе или организация у нас ведет? Я прошу всех людей, участвующих в деле, вести себя достойно и в соответствии с требованиями закона. Если будет выявлено нарушение порядка судебного заседания, лица присутствующих и участвующих в судебном контракте будут подберены к наказанию. Слушайте, я подо своего усыбления. Так, сейчас не буду, у вас все было? Да, время получено. У вас что? У вас есть, пояснение, возражения... Да, 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 да. Уже период изъяло. Уже, нет, да? Да, до 1430. Ну, там вызвали свидетель, представители. Продолжение в первом росте, заключение в душе, в душе, в душе, в душе, на обеденный период.